Приветствую вас и понимаете какая ситуация? Ответ на ваш вопрос можно дать двух, на мой взгляд, в форме двух вариантов. Первый вариант в большей степени является формальным. И говоря здесь о том, с какого возраста нужно нужно разговаривать с ребенком на взрослые темы, уменьшая на ваш вопрос можно сказать так, с того момента, когда ребенок начинает познавать мир. Познавая мир, ребенок задает вопросы, ребенок спрашивает, а почему так, почему не иначе и так далее. И обычно получая в ответ на твой вопрос, он получает такой ответ. Либо неправда, неправду, либо ответь, что он еще не готов, что ему еще рано, что он еще маленький. Понятное дело, что подобного рода ответы лишь стимулируют ребенка на то, чтобы искать ответы самостоятельно и доказывать родителям, что он или взрослый. Соответственно, с того возраста, как ребенок познает мир, он сталкивается с теми сферами, которые вы считаете взрослыми. И если уж так получилось, что он с ней столкнулся, то пояснение и ответ на вопрос можно давать в рамках развития ребенка. То есть, если это человек маленький, который еще только познает мир и воспринимает все через свою точку зрения, то есть, маленькие дети все это эгоцентристы, они, есть только их мнение и мнение других, при этом они слышат только себя. Если ребенок совсем маленький, то понятно, что бы вы ему не сказали, он все равно останется при своем мнении. А слушать, прислушиваться к родителю ребенок начинает тогда, когда он вступает в социальную среду. Это примерно период с шести лет, тогда ребенок начинает прислушиваться к родителю, потому что только родители могут дать ответ на определенный вопрос, который интересует ребенка. Ребенку необходимо прислушиваться к взрослому. Но, даже в этом случае, прислушиваясь к взрослому, ребенок все равно не может занять его позицию. Потому что взрослый есть взрослый, а ребенок это все-таки еще формирующаяся личность. И поэтому, вне зависимости от того, когда ребенок задает вопрос, вам надо отвечать в соответствии с его развитием. То есть, если это маленький ребенок, который интересуется чем-то только лишь в сфере своих интересов, то тут нужно сказать так. Малыш не отделяет познавательную сферу, познавательную деятельность от своего эмоционального состояния. То есть, у него есть эмоциональный всплеск, он познает. Нет эмоционального всплеска, он не познает. Соответственно, вам нужно в этом случае сделать так, чтобы эмоции как можно быстрее относительно этого вопроса улеглись. А для этого нужно сказать что-то типа того, что это лишь атрибут взрослых, что это скучно, например, что это неинтересно, что это очень занудно. Ну и вообще для ребенка это не подходит. Ребенок тут же потеряет к этому интерес. Еще вы можете пространно начать рассказывать и сказать, ой, ты знаешь, это так сложно. Начнем с того, что в древние времена у людей был такой обряд, что к нему нужно было там готовиться и так далее. Ребенку уже будет неинтересно слушать и он переключит свое внимание на что-то другое, более интересное ему. Но у него в памяти останется, что вы были готовы ответить. И это очень важно. Также важно передать саму суть того, о чем вы хотите поговорить. То есть он говорит, что это? Процесс взаимодействия между людьми. Что это? Проявление любви. Что это? Это жизнь. То есть вот такие вот фразы. Чтобы ребенок понимал, что это, но не до конца останавливал еще суть в меру его возможностей. По мере того, как человечек будет расти и развиваться, вопросов у него появится больше. И лучше, если он будет знать, что при его вопросе вы ему дадите ответ, тогда это исправит и предотвратит многие возможные ошибки в его жизни. Поэтому к конкретному возрасту разговоры на взрослые темы привязывать не стоит. Другое дело, что в избежание слишком ранних вопросов нужно все-таки вести себя внимательно и стараться к минимуму сводить вероятность того, что в поле внимания ребенка попадет именно аспект взрослой жизни. И если он все-таки попадет, а вы вдруг не будете знать, что сказать, то постарайтесь отвлечься внимание ребенка от этого. Но лучше вам все-таки заранее быть готовым к ответу и помнить, что иногда и, к сожалению, довольно часто правильного ответа не существует. Вам нужно просто опуститься до уровня ребенка, постараться это сделать и ответить в понятной ему категории. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...